Бандиты вон от власти! Мы не верим Путину! Правительство в отставку! Правительство в отставку! Правительство в отставку! Свобода! Полиция Крюченко! Свобода! Полиция Крюченко! Свобода! Полиция Крюченко! Адраша! Русский город! Тайка! Русский город! Угон! Русский город! Русский город! Русский город! Русский город! Русский город! Угон! Русский город! Добрый день, друзья! Главное о русском марше сегодня 4 ноября 2019 года. Из позитива шествие выдалось достаточно многочисленным, учитывая, что актуальной повестки в виде выборов или пенсионной реформы сейчас нет. Кроме того, марш прошел не только в Москве. Вот это кадры из Новосибирска. Небольшие митинги прошли и в Саратове, и в Краснодаре, и в Екатеринбурге. Из негатива в Москве прошло сразу два русских марша, то есть то, о чем я рассказывал, продолжается раскол оппозиции. И как обычно, СМИ отрабатывают по полной. Сейчас в новостях подробнее всего расписан именно тот марш, который прошел в районе метро Люблино и собрал 250 человек. А про марш в районе Октябрьского поля, который собрал на порядок больше участников, о нем говорят лишь вскользь. Грамотная работа, ничего не скажешь. Администрация президента продолжает успешно раскалывать оппозицию. По содержанию два марша различались принципиально. Митинг НПСР был посвящен актуальной повестке от ситуации в Шиесе до объявления народного недоверия президенту Владимиру Путину. Вот резолюция. Я предоставляю слово Владимиру Васильевичу Квачкову. Он зачитает резолюцию, которую мы с вами сегодня обсудим и примем. Резолюция Русского общенародного марша 4 ноября 2019 года. Мы, участники Русского общенародного марша протеста в Москве, заявляем о следующем. Созданная Путиным за 20 лет его власти политическая система по своей действительной сущности является смертельно опасным врагом русского и других коренных народов России. Врагом независимого русско-российского национального государства и врагом русской цивилизации в целом. Без смены этой путинской политической системы нас самих, наших детей и муков, ожидает окончательное духовное, национальное и экономическое порабощение и в конечном итоге гибель исторической русской России. Мы пришли сюда, чтобы выразить всенародное недоверие нынешнюю президенту Российской Федерации гражданину В.В. Путину. Мы больше не верим его лукавым словам о мненном возрождении России. Путин лжет, подтверждая о подъеме экономики, об улучшении здравоохранения и образования, о развитии ЖКХ, об укреплении семьи и повышении наших доходов. В действительности путинской системы осуществляется целенаправленный геноцид государства, образующего русского народа, других государств, составляющих коренных народов страны и замена нас уже десятками миллионов внешних и внутренних чужеземцев. Фактически мы живем в условиях духовного убедения, национального унижения, общественно-политической и экономической. Так, минуточку. Экономической. Окупации, конечно, да. Денежно-ростоксической, ипотечной и иной кредитной кабалы. Освобождение от минувшего оккупационного режима во главе с главным стражем и гарантом его существования Путиным стало основным и решающим условием возможности продолжения русской жизни на нашей земле. Путинская система – это смерть для русского народа. Освобождение от него и всей его политической системы – это единственный способ сохранения исторической русской России. Смена этой системы предполагает отмену грабительской приватизации и возвращение в общенародную собственность всех природных богатств, промышленных и иных предприятий, стратегического значения, возвращение под полный государственный банковский контроль всего денежного обращения в стране и отмену ростовсического процента по ипотеке и другим кредитам, возвращение действительно бесплатного здравоохранения, традиционного школьного обучения и воспитания средне-технического и высшего образования. В день 4 ноября 612 года народное оплачение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, освободило кремль от засевших там иностранных захватчиков и национальных изменников. Сегодня мы празднуем День Русской Победы, которую в День Казанской иконы Божией Матери одержали наши славные прадеды. Они сейчас с небес смотрят на нас угоризной, видя, что мы позволяем оккупантам и изменникам делать с нас собой. Так и обратимся к русскому духу и вере наших предков, изгнавших в свое время монголо-дагарских, польских, шведских, французских, немецких, японских захватчиков. Пришел наш черед встать за матушку Россию. Мы, участники русского марша, заявляем о начале всенародного движения по выражению недоверия ВВ Путину как президенту Российской Федерации и гранту Конституции Российской Федерации и призываем всех граждан России включиться в процесс отрешения Путина от власти путем мирного и законного принуждения депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации к официальной юридической процедуре его отставки. Русский марш в Москве выражает свою поддержку группам народного сопротивления в ШАЭСе, Архангельская область, объединению переводчиков России, движений Стопникель в Воронеже, антиуран в Кургане и другим борцам за справедливость и права нашего народа. Мы призываем все разнородные протестные силы к объединению действий по смене существующей политической системы. Мы требуем прекращения политических репрессий и освобождения всех политзаключенных. Русский, встань, иди и помни, что именно твоя молитва, твой протест, твой поступок, твое действие может быть решающим. Без тебя Россия не станет свободной. Долой духовную, национальную и политическую оккупацию. Долой ростовсическую кабалу. Да здравствует грядущая русская победа. Ура! 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 Путина в отставку! 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 Я еще раз хочу. А вот митинг в Люблино был классическим националистическим. Вся проблема в мигрантах. Послушайте сами. Требование. Главное, отставка правительства. Только русские националисты способны навести порядок на русской земле. А в чем отличается беспорядок? В чем беспорядок? Засилий мигрант, который за русский счет лечится, учится, рожает. Это немыслимо, то, что происходит сейчас в России. Слава русской нации! Слава русской нации! Приветствую вас сегодня, дорогие мои друзья, соратники. Я хотела сказать следующую вещь. Все мы наблюдаем сейчас, что люди в России живут совершенно в кошмарнейших условиях. Некоторым не хватает даже на покупку одежды. И политика нашего государства, она приводит к депопуляции населения. Потому что в такой ситуации, рождение ребенка, например, это вообще чем-то кажется несбыточным. И, соответственно, наша нация вымирает. За год управления Путина количество русских людей сократилось на 5,5 миллионов. Вдумайтесь, какая это цифра. Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Чуть помедленнее идем. «Один за всех! И все за одного! Слава России! Слава России! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава нации!» «Один за всех! И все за одного! Русская нация не даст капитуляции!» «Русский значит свободный! Русский значит свободный!» «А теперь, ребята, давайте вспомним наших соратников, товарищей, которые томятся в растенках в то время, когда мы идем сейчас здесь» «Свободу! Полиция заключенных!» «Свободу! Полиция заключенных!» «Свободу! Полиция заключенных!» «Отпини 282! Отпини 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 282! Субтитры подогнал «Симон» Ваше мнение о русском марше, друзья. Ходили, не ходили, поддерживайте, не поддерживайте, пишите, с интересом почитаю. Друзья, надо держаться вместе, только вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте нас донатами. До новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok